Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Исход». И сегодня мы будем делать обзор 25 главы этой книги. Она начинается словами «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Вот здесь говорится о том, что Бог более ценит не приношение, а именно наше усердие, без которого наша жертва вообще может выглядеть как какая-то взятка, как элемент магизма, когда человек пытается как-то чем-то откупиться, если хотите отгородиться от Бога. Но если это усердие веры, когда человек хочет прославить Бога, несмотря ни на что, то это, конечно, совсем другое. Я читал о восточной религиозной жизни, что однажды один человек получил поручение от своего наставника, от духовного лидера, что он должен начать молитву в такое-то время, в конкретное время. Причем при этом его наставник сказал ему «Но ты дождись меня, я пойду встречать гостей, мы с ними придем, дождитесь нас, но начинайте вот именно в то время, которое я вам сказал». И вот этот религиозный лидер покинул его. А этот человек смотрит, время уже подходит, а они не возвращаются. И он стоял перед дилеммой, что же ему делать. И он тогда решил начать совершать общественную молитву. Он начал ее совершать. А через некоторое время появился его религиозный наставник с гостями, которых он встречал. И после этой молитвы он подошел и этому младшему сказал «Ты начал, не дождавшись нас. Значит, все, начальник спылил, ты попадешь в ад, как ты не будешь стараться». И что происходит? Этот подчиненный заплакал. И радость появилась на его лице. И его религиозный лидер увидел, что это слезы радости. И он спросил «Так чему же ты радуешься?» На что этот подчиненный ответил «Теперь я смогу исполнять Божьи заповеди, служить Ему, молиться совершенно бескорыстно». И здесь мы видим, что Бог требует именно усердия. Не само приношение имеет какое-то значение для Бога, а именно расположение нашего сердца. И далее, третий стих. «Вот приношения, которые вы должны принимать, от них золотое, серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, и червленую, и весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синее, и дерева осетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения. Камень аникс и камни вставные для эфота». Эфот – это короткая верхняя одежда. И для наперстника, наперстник – это то, что вешалось на грудь первосвященникам. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. «Все сделайте, как я показываю тебе, и образец скини, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». И вот в окончании этой главы, сороковой стих, сказано «Смотрите, сделайте их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть, когда Бог о чем-то говорил Моисею, Он сразу это показывал. То есть, некие такие видения, образы. С другой стороны, есть такое объяснение, что земное святилище, оно создается по образу небесного святилища. И Моисею было показано на горе небесное святилище, по образу которого он будет создавать и ковчег завета, и стол для предложения хлебов, и светильник для скини. Давайте посмотрим, что обо всем этом пишет апостол Павел. Это послание к евреям, 9 глава, с 1 по 5 стих. И, прочитав этот текст Павла, мы будем его придерживаться по ходу чтения книги «Исход». И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза и предложение хлебов, и которое называется святое. За второй же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющее очистилище. И, внимание, что пишет Павел, о чем не нужно теперь говорить подробно. То есть для нас как бы вот эти подробности, которые мы видим в законе Моисеевом, теперь не нужно так вот подробно все это исследовать, потому что для нас важнее те образы, прообразы, которые скрываются за этими вещами. И далее с 10 стиха по 22 стих говорится о том, как надо сделать ковчег завета. Ковчег завета – это был такой ящик, ящик, он делался из дерева сетим, и он был обложен чистым золотом. Чистое золото – это значит без всяких примесей. И в этот ящик клали расцветший жезл ааронов, туда клали скрижали, скрижали завета. И книга завета – 16 стих. «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». И была крышка ковчега из чистого золота, длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. И были сделаны из золота два херувима, чеканные работы, сделанные на обоих концах крышки, так что крылья их соединялись по середине крышки. И вот в этом пространстве между соединяемыми крыльями чеканных херувимов звучал голос Бога, обращенный к человеку, который стоял перед этой святынью. С 23 стиха по 30 говорится о том, как делался стол для хлебов предложения. Он делался из дерева сетим, длиною в два локтя, шириною в локоть и вышиною в полтора локтя. И он тоже был обложен чистым золотом, то есть без всякой примеси. И в окончании этой главы говорится о светильнике, но о светильнике мы поговорим поподробнее, а теперь о ковчеге и о столе предложения. Мы видим, что здесь и тут и там присутствует чистое золото без всякой примеси. Золото указывает на царское величие и царское достоинство. В это величие и достоинство облачается каждый христианин не в силу своего благочестия, а фактом присоединения к Святой Церкви, в которой мы и становимся все по благодати царственным священством. Поэтому мы должны избегать любых примесей. Примесь – это нечто такое, что обесценивает золото, то, что как бы вносит элемент фальши в золотой металл. Для нас примеси – это разные закваски, о которых предупреждает верующих Господь Иисус Христос, когда говорит «берегитесь закваски книжников, закваски фарисеев, закваски иродиат». Закваска книжников – это формальное отношение к божественному откровению. Закваска фарисеев – это слишком фанатичное отношение к божественному откровению, когда каждая заповедь выглядит как повод для обвинения других людей. То есть это грех такого ложного традиционализма. А закваска саддукейская тоже была. Закваска – это грех модернизма. И закваска иродова – это такое расслабленное отношение, невнимательное к религиозной жизни. В каждом случае, когда Христос предупреждает о той или иной закваске, Он хочет, чтобы мы были бы чистым золотом, без всякой примеси, насколько это только возможно с нашей стороны. Но в христианстве все немножко наоборот. То есть сначала мы получаем в таинство в церкви всю эту благодать, достоинство царственного священства. Мы не зарабатываем это, не заслуживаем своими делами, мы должны это оберегать и сохранять. Поэтому наши усилия всегда после того, как мы это получили, действие благодати, и мы должны это удерживать, а не так, что мы всего этого достигаем своими усилиями. Теперь о светильнике поподробнее. И сделай светильник из золота чистого, чеканый должен быть, сей светильник, стебли его, ветви его, чашечки его, яблоки его, и цветы его должны выходить из него, шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его, и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветве, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами, так, на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника, то есть это седьмой элемент, в семисвершнике, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьим, двумя ветвями его, и на светильнике четыре чашечки наподобие миндального цветка. Семисвершник указывает нам на седьмицу, и то, что семисвершник делался из цельного золота, это призывает нас к цельной жизни, так, чтобы в нашей жизни не было так, что вот эти моменты жизни мы посвящаем Богу, там, 15-20 минут утром для чтения утренних молитв, 15-20 минут вечером для чтения вечерних молитв, ну и воскресный день утром посещение храма, и в субботу вечером участие за богослужением. Нет. Каждый стебель, он золотой. Каждый стебель венчается чашечкой, и там фитиль, там живой огонь. И все это золото, чистое, то есть без всякой примеси. В формате еврейского народа соответствовать святыне миноры, семисвершника, сам еврейский народ не мог. Почему? Потому что шесть дней они делали обычные дела свои, и только один день в неделю они посвящали Богу. Христианин живет в другом формате, в другом измерении, апостол Павел пишет, все, что мы не делаем делом или словом, мы должны делать во имя Иисуса Христа. Мы об этом уже говорили. И понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и, естественно, суббота, и воскресенье, каждый день мы посвящаем Богу. И каждый день мы излучаем свет Христу. Как Христос и говорит в Нагорной проповеди, и тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть светильником является сам верующий человек, который распространяет свет веры на других людей, но при этом, как я всегда напоминаю, сам человек не является источником этого света. Как в царственное священство мы облачаемся не своими собственными заслугами, а действием божественной благодати, так и свет, который мы можем отразить, это свет Христов. Как луна, она не является источником света, она отражает свет Солнца и только в той мере, в какой он падает на нее. Итак, сегодня мы сделали обзор 25-й главы. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать и делать обзор 26-й главы книги «Исход». Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, которые выходят на нашем библейском сайте. Спасибо вас, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok